Сказ о резчике по дереву Руслане и мастерице Ульяне, которая занималась хохломской росписью. Родители нераздумывая откликнулись на предложение воспитателя сделать постановку на конкурс. Роман Зяблов с энтузиазмом включился в процесс подготовки к спектаклю. Вместе с сыном он тщательно изучал тему и все больше погружался в атмосферу старины. Очень интересно, так как раскрывалась тема Нижегородского края, хохлома, роспись и все, что в древности нас касалось в этом направлении. На сцене Дворца детского творчества дошколята рассказали о старинных ремеслах города Семенова. Руслан Зяблов представил профессию резчика по дереву, а Ульяна Олухова расписывала кухонную посуду в технике хохломы. Трудности были больше, наверное, привычки к сцене, потому что слова, образы дети приняли очень хорошо, как и взрослые, в принципе. Наталья Олухова считает, что такие конкурсы несут не только развлекательную функцию. В процессе подготовки к фестивалю Ульяна и Руслан узнали много нового об истории родного края. И теперь с удовольствием делятся впечатлениями со своими друзьями. Вместе с родителем они познают все то, что происходит в нашей области, начиная с древности и заканчивая сегодняшним днем. Мини-спектакль о старинных профессиях воспитанников детского сада номер 8 на фестивале «Темп» занял первое место. Участие в конкурсе далось начинающим актерам легко. Немного волновались родители, а дети просто включились в веселую игру. Дети себя на сцене чувствовали более спокойно даже, чем родители. Они почувствовали все то, что должны были пройти и через что должны были пройти. А родители просто им в этом помогли. Воспитанники шестой группы детского сада номер 8 не в первый раз участвуют в театральном марафоне профессий. В прошлом году им досталась бронза. В этот раз они одержали безоговорочную победу. Успешное выступление вдохновило детей, родителей, воспитателей на новые творческие свершения. Все они с нетерпением ждут очередного темпа. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Сарова, 24.